Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Недавно я выпустила ролик на тему, как усилить противовирусное действие цинка, в котором дала развернутую информацию, показала интервью врачей, которые разработали протокол лечения болезни, о которой мне говорить нельзя. Этот протокол я перевела с английского на русский язык, для того, чтобы вы могли все это взять себе на вооружение. Но ролик был удален ютубом в течение трех часов. Удаленный ролик находится на телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Сегодня же я постараюсь немного изменить информацию из удаленного ролика, чтобы все-таки вы узнали, как усилить противовирусное воздействие цинка. Итак, начнем. Многие из вас знают о том, что вирусы, попадая в наш организм, внедряются в клетку, и уже внутри клетки начинается процесс их репликации, то есть размножение. Также многие из вас знают, что цинк обладает мощной противовирусной активностью. Но мало кто знает, что есть вещества, которые помогают цинку проникать в клетку и уже внутри клетки бороться с патогеном. Такие вещества называются ионофоры цинка. Цинк способен ингибировать, то есть блокировать репликацию РНК вирусов, то есть является эффективным в борьбе с этой заразой. Однако для достижения мощного противовирусного эффекта в момент, когда вы заразились, нужно повысить уровень внутриклеточного цинка. И для этого нужно добавить к применению одновременно с цинком особых веществ под названием ионофоры. Тогда внутриклеточные уровни цинка повысятся, и мы получим прекрасный противовирусный эффект. Все дело в том, что цинк попадает в клетку через ионные каналы. А ионофоры цинка – это вещества, которые способствуют транспортировке цинка внутрь клетки, открывая эти ионные каналы. И понятно, что таким образом мы имеем усиленный противовирусный эффект. Какие же вещества являются ионофорами цинка? На самом деле их не так много. И есть природные вещества, открывающие ионные каналы для цинка. И есть препараты, которые также являются ионофорами цинка. И к природным веществам относятся кверцетин и эпигаллокотехин галат. Кверцетин – это диетический флавоноид, обладает антиоксидантными и противовирусными свойствами и действует как ионофор цинка, помогая транспортировать цинк через плазматическую мембрану, что эффективно для остановки репликации вирусной РНК. Эпигаллокотехин галат – это тип катехина, содержащийся в больших количествах в чае. Он содержится в большом количестве высушенных листьях зеленого и белого чая и в меньших количествах в черном чае. В момент заражения врачи, о которых мне тоже, как оказалось, говорить нельзя, рекомендовали применять элементарный цинк по 50 мг 1 раз в день в течение 7 дней и к нему добавлять или кверцетин, или эпигаллокотехин галат. Если вы купите кверцетин, то он применяется по 500 мг 2 раза в день в течение 7 дней. Если же вы купите эпигаллокотехин галат, то его применяете по 400 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. Эти простые вещества помогут снизить вирусную нагрузку, сократить время болезни и температура будет намного ниже. Также снизится вероятность развития постковидного состояния. Напомню, что применять как цинк, так и его ионофоры нужно сразу же, как только вы почувствовали недомогание. Также напомню, что цинк применяется во время или после еды, а кверцетин или эпигаллокотехин галат применяются за 30-40 минут до еды, то есть натощак. К препаратам же, которые являются ионофорами цинка, относятся азитромицин и гидроксихлорохин. По поводу применения этих препаратов совместно с цинком есть научная статья. Ссылку я оставлю в описании. Также в описании к этому ролику я оставлю и другие интересные ссылки. Если вам будет интересно, можете перейти и изучить. Некоторые из статей будут на английском языке, поэтому изучать их лучше через браузер Google Chrome. Тогда у вас будет возможность перевести их на английский язык. А по поводу азитромицина и цинка сейчас статью я вам покажу. Буквально немножко задержу еще ваше время. Итак, вот статья. Статья находится на сайте Открытый биохимический журнал. Я немножко опущусь ниже. Вот, смотрите, статья называется «Изучение взаимодействия катиона цинка с азитромицином и его значение в лечении вирусных инфекций». Опускаемся ниже. И вот можем просто прочитать заключение. В этой статье мы приводим данные, основанные на молекулярном моделировании квантовой механики для молекулярных событий, связанных с взаимодействием цинка. Ключевого ингредиента – три терапии, предложенной и клинически испытанной группой профессора Рауля в Марселе, Франции. «Данные, собранные на атомарном уровне, усиливают роль азитромицина, как ионофора цинка». То есть, вот эту статью вы сможете изучить. Статья очень большая, пожалуйста. Опять же, напомню, что вот эти все циферки, они активные. И перейдя по ним, вы можете изучить дополнительную информацию. Опять же, если вам это будет интересно. Ну, а на сегодня это все. Это, собственно, то, что я хотела вам рассказать о том, как усилить действие цинка против вирусной инфекции. Теперь вы знаете, что как только вы почувствовали недомогание к определенным действиям, тем, о которых я рассказывала в своем ролике, о том, как защититься от вирусной инфекции, ссылка на ролик будет в описании, вы также добавляете цинк и кверцетин или цинк и эпигаллокотехингалат для того, чтобы усилить свою защиту. И в каких пропорциях я вам тоже показала. Также напомню, что к цинку и его ионофорам в момент, когда вы заболели, нужно добавить витамин С и витамин Д. Только с витамином Д нужно быть аккуратным. Почему я рассказывала в своем ролике. Ссылка на ролик будет в описании. Ну, а на сегодня это все. Напоминаем, что информация на канале дана для ознакомления. Перед ее применением посоветуйтесь с врачом. А я же желаю всем крепкого-крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Ну, а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok